Ну что ж, добрый день, уважаемые слушатели. Добрый день. В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Пришло время поговорить о том, что происходит на рынке. Наконец-то. Наконец-то. Да, Богдан? Самое время. Да, не было времени поговорить. Вот, наконец-то, оно пришло. Волшебное это время. Так радостно. Тема эфира сегодняшнего. Что может принести оживление? Поговорим мы об этом. Оживление на финансовых площадках. Но в основном, конечно, мы будем говорить о российском рынке, потому что там хотелось бы оживление. Это некого. Другие как-то живут и живут радостно. Достаточно неплохо. Да, неплохо. Жируют практически. Итак, представляю гостей. Сегодня в студии сухого остатка Иван Манаенко, директор аналитического департамента инвестиционной компании «Велес Капитал». Добрый день, Иван. Добрый день. И в студии сухого остатка Богдан Зварич, независимый аналитик. Добрый день, Богдан. Добрый день, Олег. А, уважаемые слушатели, ну, все это вы помните, естественно, но давайте от традиции не будем отступать. Я напоминаю, телефон студии. Телефон прямого эфира 6510-99,6. Код города Москва 495. Это возможность позвонить нам в эфир и что-нибудь такое сказать. Ну, по теме желательно. Также есть возможность написать нам в эфир. Для этого существует сайт компании finam.fm. Ну, там дальше сами разберетесь. И, 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 и. Давайте посмотрим, что происходит, собственно, на рынках. Кто? 15.06 в Москве. И так, картина маслом. Традиционная картина маслом. Смотрим. Смотрим. Значит, Америка. Вчерашняя Америка. Разнонаправленно. Ну, в принципе, если говорить об S&P, да, то и он сделал опять перехай, но закрылся ниже открытия. Соответственно, мы смотрим и констатируем легкое снижение. Минус 0,1%. 1800. Ну, в общем, можно говорить, что закрепился выше 1800, наверное, да? Уже. Ну, по итогам недели посмотрим, конечно. Ну, в принципе, в принципе, в принципе. А Dow Jones, такой символический рост у него, выше 16.16, 0,72, то есть 0,04%. NASDAQ 0,07% также прибавил. Ну, в общем, позитивненько. Далее на Азию смотрим. Она сегодня закрылась Азией. Азиатская торговая сессия торговалась в отрицательном, в отрицательной территории. С минусом закрылся Nikkei, минус 0,6. Легкий минус 0,1 у Shanghai Composite. Европа торгуется также в минусе 0,3, снижается Futsi. Наши ребята не отстают. От этого-то никогда они не отстают. Futsi теряет почти... Простите, господи. RTS теряет почти процент. 1420 и MMWB ниже 1500 вновь. Также снижается на процент рубль. Продолжает легкое снижение. Ну, собственно, в торговле в диапазоне, наверное. 32,96 его текущая котировка. Далее мы смотрим на сырье. И вот, пожалуйте, пожалуйте. Нефть марки Brent. 111 долларов 11 центов. Вспоминается старый Яролаш. Там что-то было такое про школьников, которые другого подсказывали. 1111. В каком году что-то там случилось? В 1111 году. Кошляника Козлов. Ну, так вот, нефть марки Brent. 111 долларов 1 центов. Ну, бог с ними. С однушечками. Просто достаточно уверенно смотрит. Сырье. Лайтсвит чуть хуже. 94,5. Золото отскочило против снижения после вчерашнего. И 1250 стоит тройская унция. 1,35 с полтиной евро-доллар. Практически без изменений со вчерашнего дня. Да, узкий диапазон. И набор голубых фишек, значит, быстренько я озвучиваю. В основном все в минусе. И можно отметить лидеров этого снижения. Ростел, Ростелеком снижается на 2,5%. Чуть скромнее, но все же больше 2% теряет Газпром. Это нарастущие-то нефти. Дальше. Минус процент. Аэрофлот. Минус процент. НЛМК. Роснефть. Минус процент. Минус полтора. Сбербанк. Минус 1,3% Северсталь. И почти 2% теряет Уралкалии. И лучший рынок, ну, опять-таки, символично лучше. ВТБ 1,1%. АвтоВАЗ, правда, почти процент. МТС отскакивает после снижения на 0,8%. И символически 3,1% прибавляет РусГидро. Вот, собственно, такова картина маслом. Ну, и первый вопрос у меня, Богдан. Я требую объяснения. И тебе будет проще всего, как независимую аналитику. Объясни. Рынок Российской Федерации снижается. Газпром теряет 2,2%. Больше 2%. А нефть растет. Причем именно растет. Не просто стоит там. 108 было вчера, 111 сегодня. Ну, смотрите, вчера было 108, но вчера, например, индекс МВБ вообще ничего не потерял. Там было снижение порядка 0,11% всего по итогам торгов, несмотря на то, что нефть проседала достаточно серьезно в течение сессии. При этом сегодня нефть отскакивает, да, но российский рынок продолжает расти. Я думаю, что дело вот в чем. То, что мы увидели в понедельник, вот это вот резкое снижение в котировках энергоносителей, это, скажем так, первая эмоциональная реакция на те новости, которые пришли по поводу Ирана, по поводу тех договоренностей, которые достигнуты. Ну, конечно, в первый момент выход иранской нефти на рынок, он не окажет такого сильного влияния. То есть Ирану нужно будет время, чтобы нарастить экспорт. Это произойдет не сразу. Именно поэтому мы видим сейчас отскок и возвращение фактически к тем значениям, которые мы увидели в пятницу. Соответственно, что же касается российского рынка, я думаю, что, ну, во-первых, российский рынок у нас уже достаточно долго смотрится, очень слабо, да. Напомню, что мы где-то порядка двух с половиной лет в коридоре в 300 пунктов ходим, 1250-1550, и выбраться из него не можем. При том, что американские площадки, да, ставят у нас периодически новые исторические максимумы. Звучит забавно. То один, то другой. Больше двух лет мы ходим в коридоре 300 пунктов. Ну, да. Соответственно, слабость нашего рынка, она, в принципе, видна. Желания иностранных инвесторов вкладывать в наши бумаги как не было, так и нет. И я думаю, что в ближайшее время притока крупных инвестиционных денег, не мелкого, как спекулятивного капитала Запада, который, конечно же, присутствует на российском рынке. И периодически гоняет его то туда, то сюда, да. Он присутствует. А вот крупного действительно инвестиционного капитала, рассчитанного там на 5, 10, 15 лет вложения в российские бумаги, конечно, его сейчас нет. И я боюсь, что, опять же, как я уже сказал, да. Эти 3-5 лет мы его, наверное, пока и не увидим, потому что я не вижу поводов, которые могли бы стимулировать, так сказать, движение этого капитала в России. — Я понял. Иван, два слова буквально по поводу действительно вот этого разнонаправленного движения, раскорреляции в какой-то степени, да, растущая нефть, ладно, еще раз говорю, высокая, она действительно достаточно давно высокая относительно, а при этом российский рынок и рос, и падал, да. А сейчас в моменте мы наблюдаем рост нефти и падение российских индексов, и ослабление рубля в том числе. Это все какие-то спекулятивные истории, да, вот эти, как Богдан, например, предложил такой эмоциональной реакции на события, связанные с Ираном, или что-то другое. — Ну, я думаю, что да, это определенная спекуляция, и, ну, после этих уже новостей, во-первых, кстати, нефти до этого, когда она росла, да, там, из 104 был там право локальный, рынок практически на это не реагировал, да, это, может быть, сказать, люди, аналитики в том числе притягивали за уши, да, к тому, что хоть как-то объяснить, да, это, так сказать, движение рынка, но, по большому счету, рынок уже давно на это не смотрит. Это не единственный фактор, да, мы еще забываем, что в течение месяца были там пересмотрены все прогнозы долгосрочные по России, это тоже достаточно большой удар, и на этом фоне, думаю, многие инвесторы понимают, что западные игроки еще более стали скептично смотреть на Россию, да, а что касается текущего там движения по нефти, ну, это, мне кажется, такое движение по, так сказать, по инерции, и, опять-таки, могут шаршарты закрываться, частично, да, какие-то спекулятивные позиции, в общем, она уже кажется дорогой, да, на фоне того, что происходит, точнее, не происходит. Поэтому, ну, российский рынок, он держится в стороне, да, нам скорее будет держаться, потому что отток капитала как был, так и продолжается, и в этом ничего не менялось. Я понял, спасибо. Сегодня, кстати, я где-то прочел, что помимо российского рынка тоже достаточно вяло смотрится, да, и все остальные из компаний БРИК, да, и Бразилия, и Китай, что меня больше всего так, как бы, ну, не поразило, если, да, то задело. Это действительно так? И Китаю уже интерес охлаждается у иностранного инвестора, Богдан? Ну, Китаю давно он охлаждается, потому что все-таки, что бы ни делали китайские лидеры, что бы ни делала Компартия Китая, нет тех результатов, которые бы хотели увидеть инвестор. Ну, опять, видимо, спекулянт, потому что мы, да, принеси и положь новости, давайте послушаем потом. Ну, что ж, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в студии Иван Манаенко, директор аналитического департамента и инвестиционной компании «Велес Капитал» и Богдан Зварич, независимый аналитик. Мы говорим о том, что же может принести оживление на российский рынок. Телефон студии 651099.6, код Москвы495, сайт компании «Финам.ФМ». Ну, давайте пару слов про Китай, может быть, все-таки еще, Богдан, добавим. Ну, Китай, продолжая, что называется, ту фразу, которую я закончил в предыдущую часть, собственно говоря, Китай пытается сделать, пытается простимулировать внутренний спрос, и это одно из основных направлений действия Китая сейчас, потому что он понимает, что внешние рынки в какой-то момент уже не готовы поддерживать тот рост, который у них был, и, что называется, быть теми рынками сбыта, которые Китаю действительно нужны. Поэтому Китаю нужно переориентироваться на внутренний спрос. Но пока все, что было сделано, не привело к каким-то действительно серьезным позитивным сдвигам в этой связи. И получается, что вроде как Китай делает какие-то действия, при этом Центробанк еще и пытается как-то регулировать все это дело, Народный банк Китая, влияя, собственно говоря, немного даже поддавливая банки. Но при этом все равно деньги вроде как есть, но вот спрос, действительно внутренний спрос, к сожалению, не растет. И именно поэтому китайская экономика начинает тормозить. И поэтому инвесторы, конечно, опасаются, что это торможение может перерасти и впадение фактически. Да, сейчас на ближайшие, по-моему, 3-5 лет у них основной план это сейчас в среднем по 7-7,5 процентов роста. Это тоже неплохо. Это очень неплохо, особенно по сравнению с другими экономиками. Еще мне понравилась фраза, извини, пожалуйста, Иван, о результатах недавно завершившегося пленума. Там была фраза забавная, что я могу приврать ее, не точная цитата, но что-то такое, что мы, китайцы говорят, мы обязуемся достоверную статистику, объективную статистику предоставлять, чтобы вы не гадали, не видели, что Китай кот в мешке некий. Так вот, Иван, действительно, может быть, с этим связано, что внешняя история внешнего роста, внешних инвестиций уже отыграна Китаем. И поэтому и для иностранного инвестора он тоже теряет уже свой интерес. Не, я согласен, да. При этом тоже от Китая ожидали определенной реабилитации рынка, да, может быть, большей свободы. Но в текущей ситуации им приходится многие вещи делать директивными, да. При этом открывать экономику, допускать там иностранцев, повышать внутреннюю конкуренцию нельзя, да. И, ну, так сказать, наверное, было бы неправильно, да, то есть многие вещи делаются все-таки так же, как делалось раньше, да, именно там в плановой экономике. И в этом плане тоже как бы перспектив того, что сейчас Китай вот пустит всех и добро пожаловать и даст развиваться именно на внутреннем рынке, может быть, даже, как бы, говорю, получится в ущерб собственным производителям. Никто на это не пойдет. Поэтому инвесторы тоже как бы, ну, видят, что, да, там все так и будет, плановая экономика, отчасти лоббирование, там, большие масштабные проекты. Но насколько это интересно с точки зрения отдачи там на капитал, я думаю, ну, многие тоже об этом задумываются. Ну, и возвращаясь опять к мыслям, да, вот этого некого глобального, да, иностранного инвестора, собственно, его взгляд-то понятен, да. Он посмотрел по сторонам, а потом говорит, ну, чего же мне, добра-добра не ищут. Вот есть рынок родимый, родной, близкий до боли, да, знакомый рынок Соединенных Штатов Америки, тем более, да, Богдан, он продолжает радовать нас. Ставки, низкие денег достаточно много, рисков, ликвидность у рынка очень хорошая, поэтому крупному инвестору сейчас куда-то в развивающиеся рынки бежать, на мой взгляд, просто не имеет никакого смысла. Как я уже говорил на одной передаче, они бегут из низкорисковых активов в чуть более рисковые, но никак не действительно в рисковые активы. Единственное, кто бегает, это, конечно, мелкий спекулятивный капитал, о крупном тут даже речи. Ну, и в связи с этим, наверное, стоит пару слов хотя бы сказать о том, что ликвидность есть, да, достаточно дешевая, программа продолжается. Есть опасность того, что ее начнут в декабре уже сворачивать, потому что пару дней назад опять вот эта вот страшилка витала в воздухе. Я не думаю, понимаете, на мой взгляд, ну нельзя вот все, что называется, голубиные-голубиные-голубиные минутки, да, и тот раз на следующем заседании, бац, и ястребиное решение. Но я не думаю, что ФРС на это пойдет. Опять же, в течение года, да, приходя к вам на передачу, я неоднократно говорил, что, на мой взгляд, до ухода Бена Бернанке никаких серьезных действий по сворачиванию программ количественного смягчения не будет. А все, что сейчас есть, это, на мой взгляд, пока только разговор. Благо, Джанет вышла, подтвердила приверженность мягкой кредитно-денежной политики, успокоилась, собственно говоря, тем самым рынок, сказав, что, ребята, все будет. Плюс они еще и, собственно говоря, таргеты меняют по инфляции и по безработице. По инфляции не помню, а по безработице снизили до 6,5. Нет, просто там раньше было как, 6,5, это уже речь шла о том, что к этому моменту все программы количественного смягчения свернуты и начинается подъем ставки. К 6,5, да? Да, сейчас уже такого нет. И поэтому игроки понимают, деньги будут дешевые, и они будут продолжительное время. Поэтому я насчет, опять же, декабрьского заседания не думаю, что мы увидим какие-то истребинные шаги, потому что сейчас ФРС не готов, по-моему, идти на подобные шаги. Ни статистика к этому не способствует, ни опасение того, что это может сильно ударить по рынку. Ну, кстати, Иван, кстати, до 19-го все-таки, слава богу, еще, да, почти месяц, сегодня, да, чуть меньше, полтора считал, чуть меньше месяца, но, тем не менее, вот у нас следующая неделя, да, первая неделя декабря, и там, как всегда, и payrolls'ы выйдут, да, и пойдут PMI, естественно, да, услуги, сектор промышленности, и сразу вот огромное количество информации, новой информации уже, посткризисной, ну, если считать кризисом вот эти вот бюджетные прорывы и все прочее остальное, ожидания ведь, в принципе, да, существуют, что статистика будет достаточно хороша, и в декабре уже мы что-то там можем увидеть. Ну, действительно, есть, ну, наверное, можно сказать, такие опасения для рынка, что все-таки... Ну, это опасения для рынка, конечно, ну, что... Да, ну, с другой стороны, тоже неплохо, да. Откорректироваться, наконец-то, да? Что, что... Вот, шатдаун прошел, так сказать, с гораздо меньшими последствиями, и действительно будет статистика неплохая, но здесь я согласен с Богданом, что вряд ли будет приниматься какие-то серьезные решения по концу года, да, помимо ПМА, ну, там, кто-то смотрит уже на Черную Пятницу, что там будет, тоже об этом все начинают говорить, Пятница распространяется. Я прошу прощения, Черная Пятница, какое число-то? Вот это Пятница. Вот, да, следующее после Дня Благодарения, в четверг у нас День Благодарения в США. А, и потом... И 29 ноября. Да, и потом Черная Пятница. Красота. Вот, тоже на это, как бы, как на индикатор смотрит, но для меня, во-первых, как бы, помимо еще всего прочего, да, это такие временные показатели, да, ПМА, статистика это хорошо, как мы знаем, она, в общем, тоже такая плавающая. Все-таки надо понимать, как будет себя чувствовать компания, и почему именно там, допустим, Пятница, это реальные продажи объема, да, это более-менее живые деньги там для компании, для торговли. Я думаю, что там ближе, вот, все-таки, наверное, к концу первого квартала, когда будут отчитываться и компании, будет понятно. И, может быть, это даже будет более правильный момент с точки зрения рынков, да, вот мы говорим, что действительно, ребят, мы все, что могли, сделали, и теперь у компании все хорошо, они и так будут расти, и этот момент будет, может быть, более сглажен. А потом, мы уже тоже, опять-таки, об этом говорили, не факт, что там количество смещения, все, оно закончится в один момент, а можно начать там уменьшить объемы продаж, можно начать там с рынка моркеджа, да, то есть, то есть, как бы, плавно это делать, намекать на рынку и, так сказать, сглаживать этот эффект, а под Новый год такие решения, ну, хотя для них, ну, конечно, не такой большой праздник, как для нашей стороны, тем не менее. Ну, причем, у них тоже... Ну, там Рождество есть. Рождество, да, Новый год тоже у них. На самом деле, я вот, меня немного назад хочется вернуться, да, меня очень сильно удивил ЕЦБ, если мы говорим о Центробанках. Вот у меня до выборов в Германии, где-то с середины этого года, я, опять же, говорил, что, на мой взгляд, до выборов ничего сделано не будет, но уже когда, и, опять же, как вариант, говорил про то, что именно ноябрьское заседание станет шагом. Но когда мы подошли к ноябрю, и когда в Европе, на самом деле, не оказалось каких-то серьезных, действительно острых вопросов, которые вот прямо сейчас нужно решать, ЕЦБ фактически взял и выстрелил по воробьям из пушки. Вот. В итоге мы видим, почему он не делал этого до выборов в Германии, да, потому что в Германии начались протесты по этому поводу. Но в итоге они фактически разрядили свое достаточно сильное оружие, и в итоге ничего не получили. Даже ослабление евро мы посмотрим. До решения евро был 1,3550, сейчас евро 1,3550. Вот. То есть фактически никуда. Вот меня, к сожалению... Ну, на 33 с полтиной сходили, тем не менее. Да, сходили, но очень быстро и бодро отскочили. Поэтому вот единственное, единственный... Ну, подожди, вот я понимаю, да, метафора стрельба... Сегодня у нас птичья передача какая-то. Про голубей мы вспоминали, да, про ястребов мы вспоминали в связи с политикой Федоризирова. Сейчас вот Богдан предложил метафору, да, вспомнил о воробьях. То есть, в принципе, можно говорить о том, что, да, снижение ставки — это вещь настолько действенная, что ее нужно, ну, что называется, по поводу, да? А ты считаешь, что она без повода была? Она была без повода. Единственный вариант, при котором это логично, на мой взгляд, это то, что они действительно ждут в начале следующего года изменения политики ФРС и снижения выкупов. То есть, они как бы на опережении, да? Еще раз новости потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам. ФМ обсуждаем тему, что может служить поводом для оживления на рынках. Ну и, собственно, сейчас будем говорить о российском, потому что все остальные, как я уже напоминаю, да? Ну, не все остальные, а развитые, да? Они живы, это очевидно. А вот что оживит наш рынок, сейчас, собственно, об этом поговорим. Напомню, Иван Манаенко, директор аналитического департамента инновационной компании «Велес Капитал» и Богдан Зварич, независимый аналитик, сегодня в студии сухого остатка. Телефон в студии 6510-99, 6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.фм». Ну, давайте закончим тему ЕЦБ. Богдан предложил, действительно, любопытно. То есть, да, такие варианты «козыри кончаются», «козыри заканчиваются», когда действительно понадобится это дело, да, уже стрелять будет нечего. Ну, фактически, да. Но, на самом деле, я начал, да, с того, что здесь единственный вариант, при котором это действительно разумное решение, в том, что они действительно либо видят, либо знают о том, что ФРС в начале следующего года, я не думаю, что все-таки это будет декабре, то в начале следующего года, ну, скажем так, в первой половине, пойдет на срезание программ количественного усмягчения. Что бы, зачем сделано? Чтобы в случае, если в этот момент в Европе будут действительно серьезные проблемы, не нанести двойного удара по валютному рынку, не увеличить его волатильность, да. Собственно говоря, инвестор, крупный инвестор больше всего чего? Боится больше всего волатильности, да. Особенно необоснованно. Может быть, именно поэтому было принято это решение уже, вот, собственно говоря, в ноябре месяце. Но, опять же, я пока, вот для меня это, как я уже сказал, это было удивительно. Я понял. Иван, ты как отнесся к решению ЦБ? Ну, немного тоже было неожиданным, но, с другой стороны, помимо того, что они понизили ставку, да, они стали говорить о том, что они хотят сделать отрицательную депозитную ставку, да. И вчера, кстати, в очередной раз, я не помню кто ты, ну, из официальных листов об этом напомнил. В общем, с другой стороны, тоже понятная история. Хотят перезапустить кредитный механизм, да, и, так сказать, ну, можно сказать, сделать там этот рынок менее спекулятивным, да, оживлять таким образом экономику и сделать, так сказать, двойной шаг. С одной стороны, подготовили более низкие кредитные ставки, да, снизу ставку рефинансированию. С другой стороны, вот сейчас готовят там ребята, давайте деньги в кредиты, потому что хранить их станет невыгодно. То есть такой тоже момент, в принципе, от ЦБ тоже ждут, да, какой-то помощи, потому что, ну, так сказать, всю осень Европа достаточно сильно отставала там от своего большого заокеанского брата, да, в плане и показателей экономического роста. Такой момент тоже, может быть, ну, так сказать, допустим, дабы банки там и друг дружку занимали, спасали там какие-то, вкладываясь в проблемные активы, а все-таки, да, перезапустилась система, и это был такой небольшой допинг. То есть вот есть несколько как-то альтернативная версия, хотя они вполне могут уживаться друг с другом. Ну да, и каким-то образом объясняют в любом случае, да, эти события. Хорошо, ну, давайте, тем не менее, вернемся на российский рынок, в российскую действительность, собственно, оценку российскому рынку, ну, в двух словах, да, уже мои гости сегодня дали, сейчас более детально поговорим об этом, и вопрос ключевой. Что может оживить российский рынок, что даст, я не знаю, интерес, ну, не спекулянтам, да, спекулянтам, понятно, что свой интерес всегда найдут, небольшой отскок, более серьезному инвестору, более долгосрочному инвестору, что нужно сделать. Кстати, тему, я не знаю, там, приближающей Олимпийских игр можно тоже, наверное, в эту кучку положить, нет? Нет, я не думаю, что Олимпиада как-то повлияет на инвестиционную активность. Дело в том, что когда Олимпиаду, что называется, только объявили, да, стало понятно, какие компании выиграют от проведения Олимпиады в Сочи. Те, которые участвуют, да, в создании инфраструктуры. Ну да, туда пошли инвесторы, но это все уже давно отыграно, известно, да, но чего-то нового мы здесь с проведением самой Олимпиады вряд ли получим. То есть пресловутое предолимпийское, вот, в поисках ралли все, да, у нас какое? Новогоднее. Нет, сначала рождественское ралли, будет-не будет, новогоднее будет-не будет, там, значит, соответственно, предолимпийское ралли будет-не будет. То есть ты как бы... Ну, нет, ралли-то может быть, но оно будет небольшое, опять же, оно будет вызвано именно спекуляцией. Я говорю, что вот, к сожалению, на ближайшие, там, несколько лет я не вижу поводов, которые смогли бы дать, которые могли бы стать поводом для иностранных инвесторов, чтобы прийти сюда с действительно серьезными деньгами, именно инвестиционными, рассчитанными на достаточно дальний временной горизонт. К сожалению, пока таких поводов я не вижу. Иван. Ох, не хочется быть, да, пессимистом, да, все пока не очень. Ну, есть... Давай будем реалистами, да? Реалистами, да. Как известная эта шутка, кто такой пессимист, это хорошо информированный оптимист, да? Оптимист, да. Ну, смотрите, да, вопрос, если мы говорим о, конечно, косочных подъемах, да, но у нас там впереди маячит Евроклир, да, здесь, ну, определенные подвижки могут быть, да, с одной стороны, конечно, наверное, не будет такого безумного урали, но оживление, в принципе, и объемы могут всегда прийти. Там будет, во-первых, определенная игра с бумагами, у которых очень у нас до сих пор существует огромные дисконты, порядок бумаг между DR-ками, да, и российскими бумагами. Тоже такой вопрос, там, для хеджей, да, для некой игры, да, для выравнивания этого рынка. Потом, возможно, живет второй эшелон, который до этого, ну, как-то никак не развивался, потому что, в общем-то, адверсия компании позволить не могли, и какие-то деньги туда придут. Ну, в общем-то, становление российского рынка, который, ну, сейчас какой-то сам по себе, да, может, участники переживают, да, там, вот, клиентов нет, еще что-то там, ну, биржа пытается, да, какие-то процессы делать. Нет, биржа активна в этом смысле, да, хотя, конечно, это опять стрельба по воробьям, мне так видится. Ну, как бы, все равно, эту работу надо делать, да, и проводить ту же, там, финансовую грамотность. У меня, как бы, я тоже вот размышлял, с коллегами общался, у меня вот, ну, это, наверное, не очень, так сказать, в ближайшей перспективе, ну, вот, например, то, что у нас происходит, там, с пенсионной реформой, да, я думаю, что, может быть, когда-нибудь придет на пользу именно рынку акций, да, вот, если так подумать, ну, сейчас опять с этими переменами, да, там, из одного кармана в другой, все понимают, что пенсию можно так и не увидеть, да, на этом фоне, возможно, придет некая волна, да, создание, там, именно частных тех же пенсионных фондов, программ, и в этом плане, ну, именно рынок акций, он на перспективе, там, 10-15 лет. Ну, больше года, как минимум, да, что сейчас происходит. Год у нас он не показательный, да, но, тем не менее, он хороший инструмент для инвестиций, да, и, грубо говоря, сами там физлицы не пойдут, потому что, как бы, достаточно сложно все-таки торговать, но для управляющих это может быть хороший инструмент, конечно, конечно, есть еще один момент, это банковские ставки, например. Ваня, проси, пожалуйста, у нас есть звонок, чтобы не томить слушателя. Вадим, день добрый, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я не знаю, по адресу ли я обращаюсь к вашим специалистам или нет, если не по адресу, то просто проигнорируйте мой вопрос. Но я хотел бы задать такого рода вопрос. Вот посмотрите, в Индии идет спад, в Китае идет спад, в Европе ситуация крайне сложная и совершенно непонятно, будет ли рост или опять, так сказать, кривая пойдет вниз. Практически мировой спрос сжимается. Растет только одно США. Я читал американских аналитиков, которые говорят о том, что этот рост крайне нестабильный и, по сути дела, дутый. Вот-вот может наступить новое схлопывание нового пузыря. Вот ваше мнение на этот счет и какие драйвы американской экономики вы видите? Я имею в виду драйвы реальные, а не, так сказать, финансово надутые. Спасибо. Спасибо, Вадим. Спасибо. Ну, во-первых, по адресу, Вадим. Ну, абсолютно. Назвонился, действительно, это как раз тема, одна из тем нашего обсуждения. Ну, Богдан, давайте отвечать. Ну, во-первых, абсолютно, все абсолютно верно, по крайней мере, относительно США. Китай замедляется, но не снижается. Экономика Китая продолжает показывать позитивную динамику. Экономика США сейчас тоже начинает показывать позитивную динамику. Что касается пузыря, я так понимаю, это речь о пузыре на рынке. Конечно, он вызван, это действительно надуто, это надуто теми объемами вливания от Федрезерва, которые мы наблюдаем в виде программ количественного смягчения. Те дешевые деньги, которые идут, вроде как они должны были, по идее. Я помню первое объявление о КУЕ, когда говорил, что вот, эти деньги пойдут в экономику, они поддержат. Собственно говоря, уже всем известный факт, что 99% из этих денег до экономики так и не дошли, а сели на финансовых рынках. Собственно говоря, именно этим и вызван тот рост, который мы сейчас видим. Он действительно достаточно хрупкий, и именно поэтому мы постоянно, я думаю, что со всеми экспертами, которые к вам, Олег, приходят, вы всегда говорите о Федрезерве и о сворачивании КУЕ-3. Ну, это основная тема. Потому что, собственно говоря, вот эта хрупкость и заключается в том, что когда начнут сворачивать КУЕ. Самый хрупкий вопрос, особенно учитывая тот факт, что ФРС до сих пор ни разу даже не попыталась озвучить четких временных рамок, когда начнется это сворачивать. Но пока деньги есть, пока инвесторы спокойны, что КУЕ будет продолжаться, финансовые рынки будут накачиваться деньгами, этот рост может продолжаться еще достаточно долго. Не помню, кто из умных людей на рынке сказал, что рынок может быть неправильным, но много дольше, чем вы остаетесь платежеспособными. Я переврал немножко. Неправильный, да, с вашей точки зрения, я понял мысль. Я понял. Я понял. Спасибо, Богдан. Иван, вот наш слушатель, Вадим, ну, я не знаю, собственное его это мнение, либо основанное на мнении кого-то другого, считает, что это пузырь во многом. Американский рынок, по крайней мере, это такой очевидный пузырь. Согласен с этим? Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, ну, понятно, что тут надо тоже отделить, наверное, экономику, да. И фондовый рынок все-таки это некий такой индикатор состояния экономики. Не есть она сама в чистом виде. Все-таки есть компания. Но это вещи взаимосвязанные все же. Ну, нет, безусловно, взаимосвязанные, да. Был там такой вопрос, ну, рынки дутые, да, за счет чего может быть рост. Ну, я бы сказал, наверное, ничего нового не изобретут, да, но мы все-таки должны понимать, что определенный деливеридж, он все-таки произошел, да. В принципе, Америка такой большой потребительский рынок, да, и в том числе он основан на кредитной схеме, да. И в этом плане, то есть нагрузка определенная на домохозяйство в плане кредитов и величины стоимости обслуживания долга относительно их доходов, она достаточно сильно уменьшилась. И, в общем-то, определенного запала это может хватить, да, на пять лет. Насколько, как бы, за это время в целом экономика трансформируется, но это большой вопрос. И, кстати, в этом плане, действительно, с точки зрения доходов американцев, которые в том числе, да, и покупают американские акции, тут есть такая некая взаимосвязь. Если сильно дать упасть фондовым рынкам, да, то доходы американцев достаточно сильно пострадают, поскольку там, по-моему, до 25% именно вложено. То есть это еще одна причина, да, или одно объяснение, что фондовый рынок Америки продолжает расти. Да, да, его, как бы, и нужно поддерживать, потому что порушатся совсем все метрики, и тогда непонятно, что будет дальше. Но в целом, конечно, безусловно, рынки сейчас очень волатильны, эта волатильность только растет, и здесь мы можем согласиться, что взрыв может произойти, да, отчасти сдули, но по большому счету ничего не поменялось. То есть какое-то вот такое напряжение сняли с рынков, но ничего нового никто не придумал. Поэтому, конечно, эта цикличность, и, на самом деле, может быть, она даже будет более частой, и это станет какой-то некой нормой там. Ну, опять, если все-таки, да, вернуться к мнению о том, что это пузырь, ну, сдуется он или лопнет, как уж это будет происходить, но, опять-таки, это к никакому, да, апокалипсису не приведет все же. Ну, банки затронет инвест, компания затронет. Прервемся еще раз, извини, новости, потом продолжим. Ну, что ж, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Обсуждаем сегодня возможное оживление российского рынка. В студии Иван Манавенко, директор аналитического департамента инвестиционной компании «Велес Капитал» и Богдан Зварич, независимый аналитик. Телефон студии 651099.6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Ну, будем считать, что Вадиму мы ответили, да, по поводу пузыря и прочее, и прочее. Я вспоминаю, разговаривал я в этой студии как раз с одним из топов Саксабанка. Да. Ну, они известные предсказатели, в хорошем смысле слова причем, и предсказания достаточно часто сбываются у них. Вот. И вот эту картинку он рисовал, что, я не помню, какой временной промежуток, но история такая, да, что все-таки, если мы говорим о цикличности, да, то новый цикл роста мировой экономики как раз начнет с Соединенных Штатов Америки. То есть, видимо, все нам это предстоит пережить, да, и, может быть, сдувание этого очевидного пузыря на фондовом рынке, но, тем не менее, да, все-таки, реально, почва под ногами у Штатов есть, приходится это признать. Ладно, давайте вернемся на отечественные площадки, на отечественные поля, поля и луга. Да, по поводу оживления, ну, наверное, да, Иван интересовался о временных каких-то перспективах, промежутках, до конца года мы, да, да, даем там, или озвучиваем свое мнение, либо в более длительной. Понятно, что для того, чтобы привлечь инвестора, да, глобального инвестора, нужны, а, серьезные какие-то события в российской действительности, и, б, конечно, в этом случае можно говорить о годах, да, о двух, о трех, о пяти, о десяти лет, о летиях. Ну, а спекулянтам, понятно, что интересно все, что происходит в моменте, и до конца года, кстати, вот я озвучиваю сейчас тут же ленту новостей, забавно, все это очень забавно, такая фраза, по конец года на российском рынке, возможно, мини-ралли. Вот уже, уже вот таким образом, да, мы выкручились в их мини-ралли. А не написано вверх или вниз? Нет, ну, есть цель закрытия ММВБ в районе 1550. Ну, мы сейчас 1490. Ну, мини, тебе же объяснили, это мини-ралли, да, чтобы уж совсем было не все так. И на 1540 мы были где-то в середине октября месяца. Совершенно верно, ну, мы недавно оттуда пришли, и туда же и вернемся, вот вам и мини-ралли. Что вы хотели, вы заказывали? Да, хотя бы в плюсе год закрыть. Да, да, совершенно верно, мы сейчас-то болтаемся, да, в районе там плюс-минус как раз от открытия, хотя бы действительно. А то просто даже вот потенциальным инвесторам показывать нечего. Вот, вот, об этом речь-то всегда, да, это даже неприлично, ну, в хорошем, конечно, смысле слова, но неприлично в плане, что мы говорим о финансовой грамотности, о недостаточности ее, да, в российской, и тем более уж о знаниях о российском фондовом рынке, да, о том, что подавляющее большинство наших сограждан вообще не представляет, что это такое. У тех, кто представляет, да, может быть, там, у большинства это некая ругательная такая, да, субстанция, и мы пытаемся, естественно, это нормально, это даже благородно, я бы сказал, пытаемся эту картину изменить. А на чем ее изменять, если вот такие показатели? Ну, вот парадокс. Ну, если говорить о крупных инвесторах, то их мало интересует, где мы закроем этот год, в плюсе или в минусе, их, конечно, интересует перспектива мировой экономики. А понятно, что простого частного инвестора интересует доходность, да, но вот сейчас говорить о, для него складывается эта доходность из фактически купил и держи, да. Что не работает практически. Да, что сейчас как раз не работает, а может заработать только в том случае, если, опять же, в экономике появятся перспективы, а неважно, где мы закроем этот год, и придут иностранные инвесторы. Поэтому, ну, вспомните, там, 2007 год, когда вот рынок просто вот семимильными шагами, сколько тогда людей пришло и сколько их ушло в 2008 году с этого же рынка. То есть, опять же, частника можно, к сожалению, заманить на фондовый рынок, привлечь на фондовый рынок только благодаря какой-то доходности, обещая какой-то доходности. Но рынок сейчас не дает, а ему нужна именно вот краткосрочная доходность сейчас, да, а это все почему? Потому что нет традиции инвестирования, которая, например, есть в США, да, когда человек откладывает потихоньку зарплаты, там, докупает те или иные акции, потихоньку у него купится портфель, потом он подходит к старости, его сын женится, он дарит этот портфель своему сыну. В итоге на как? Он подходит к кому? Подходит к старости. К старости группы? Нет, он стареет. Стареет он. Он передает эти акции, собственно говоря, дарит на свадьбу сыну, сыну и дальше. И вот так из поколения в поколение. У нас такого просто нет. Согласен, согласен. Ну, у нас такого нет по определению, потому что мы не успели просто, да, у нас рынок-то, если говорить вот о последних годах, он появился только-только. Сырой, да. Сырой еще, да. Не сформировавшийся. Ну, ладно, давайте, Иван, тем не менее, поговорим о спекулянтах. Осталось немножко времени у нас. Что может для них быть интересом на российском рынке? Все-таки какие-то идейки там. Понятно, что их совсем мало и они очень локальные, но они все-таки существуют, я думаю. Да, Иван? Ну, идеи существуют, они, в общем, живут просто не очень долго, да, вот там, не знаю, даже последние какие-то идеи, там, была недавняя ребалансировка индекса, да, в принципе, была предсказуемая, легко просчитываемая, да, там, что вышло, продавили со страшной силой, да, там, ВТБ какое-то время рос, там, да, неплохо себя показывал и, может, даже еще покажет, там, акции московской биржи. Да, но против глобального рынка не попрешь, да, всем какие-то идеи возникают, какие-то компании смотрятся лучше, ну, говорю, идеи, они как-то долго не живут. Вот там месяц она там, дай бог, прожила, а потом случается что-то там на рынках вообще и про эту идею забывают, да. Здесь достаточно сложно говорить, вот там, если разбить рынок по секторам, то, в общем, смотрите, у нас в энергетике, там, за исключением нескольких АГК, там, да, там, второй и пятый, там полный разброд. Металлургия, да, металлургия, ну, можно сколько угодно говорить, да, что российские металлурги, там, крайне дешево, да, но все прекрасно понимают, пока не остановятся цены на сырье, они как-то не стараются. Плюс еще сейчас там ситуация вокруг Меча, да, нездоровая, там, Русал плюс-минус, там, вроде все у него неплохо, но с долгами тоже есть определенные проблемы. Возьмем банки, там есть определенное давление, да, давление в плане, там, сдерживания потребительского кредитования, которое тоже, в общем, для них было большим драйвером. Она же проблема, там, для торговли. Поэтому, в целом, достаточно сложно говорить, я думаю, что спекулянты либо что-то где-то знают, да, хотя это уже уголовно наказуемо, либо вот какие-то молниеносные идеи. Они не рассказывают, если они что-то знают, они не рассказывают. Поэтому вот я даже... Я понял тебя, Богдан, на что ты смотришь-то, да, есть все-таки на что посмотреть? Ну, я, как обычно, как был технарем, так технарем и остался, да, на мой взгляд. Не, ну технарем, технарем, если та же электроэнергетика лежит на полу... Лежит на полу, то смысла ее покупать нет. Вот об этом и речь, хоть она на уровне поддержки, да, там, я не знаю, там... Нет, безусловно, там никакого разворота, при этом индекс МВБ у нас, в принципе, находится над восходящим трендом, который я взял начало где-то у нас от июня этого года. Это вроде как говорит за то, что рост-то должен быть продолжен, но вот этот вот коридор от 2,5 годовы, с которым мы, собственно говоря, начали, он сохраняется. Мы, опять же, вот в октябре месяце мы подошли к уровню 1540 пунктов, 10 пунктов не дотянули до вот его... До целей минеральной, да? Да, и начали, собственно говоря, снижение, да. И вот эта вот волна продаж, она, в принципе, сейчас выводит, опять же, ниже достаточно важного уровня 1495 пунктов, на мой взгляд. Вот сейчас индекс под этим уровнем топчется. И вполне возможно в ближайшее время, на мой взгляд, все-таки заход в район 1450 медведей смогут увезти. Там 200-дневная скользящая средняя, и вот там уже надо будет смотреть, потому что, скорее всего, мы там перейдем в консолидацию, и это все должно пройти до конца года. Вот такой вот, на мой взгляд, ближайший сценарий. При этом «Газпром» не очень хорошо уже вновь начинает себя чувствовать, потому что 150 так и не удалось взять. Вот этот паз в ноябре, вот этот вот заход, наверное, сейчас отваливается, и вполне возможно, что минимумы начала ноября он перепишет. А ты, кстати, я напомню, когда это было летом, да, про 110 говорил по «Газпрому», ты покупал его по этой цене? Нет, а я же акциями не торгую, я фьючерсами и краткосрочно, а там уже когда был 100-110… А чего там, кстати, на срочном рынке интересного может быть? Вот чем ты торгуешь? Индексом РТС? РТС – доллар. А, и доллар-рубль еще, да? Очень удобный инструмент, достаточно ликвидности для меня, как мелкого спекулянта. Ну, кстати, для тебя, как аналитика, не мелкого спекулянта, а аналитика, как рубль выглядит на конец года? Рубль выглядит очень слабо. Учитывая то, что, посмотрите, да, у нас эта неделя налоговая, да, на председатель налоговой выплаты. Это, в смысле, следующая неделя или вот эта куча? Нет, вот эта куча. Последняя неделя, последняя неделя. А вот, но при этом, да, вчера нефть упала, начала восстанавливаться, но рубль вообще никак не прореагировала в течение фактически всего дня, рос и ушел на максимум прошлой недели. То есть это… Ну, это ты про пару говоришь, рубль-то падал. Да, ну, да, нет, я и говорю про пару, доллар, рубль. Доллар, соответственно, рост по отношению к рубле. Практически вышли на максимум прошлой недели. Если сейчас их пробьют, то я думаю, что там будет еще одна достаточно серьезная волна роста, и никто не посмотрит на то, что у нас налоговый период. Ну да, ничего святого. Иван, перспективы до конца года давай порублю. До конца года. Ну, сейчас 33 в районе, 33 он там ходит, ходит. Будет он укрепляться все-таки к концу года или так же? Укрепляться? Да. Нет, я не думаю, что будет укрепляться. Пока этого я не вижу, да. Тем более все мы понимаем, что нефть тоже неоправданно дорога. В общем, есть вариант 33,50. Это такая была цель, да. Ну, минимальная. В принципе, там конец года, я думаю, что какое-то будет все-таки давление там, да, продажи и валютные выручки. Но я пока, да, 33,50, думаю, конец года вполне мы увидим. То есть еще, да, с этих уровней еще можем немножко ослабнуть. Я понял, хорошо. Хорошо, спасибо огромное, уважаемые слушатели. Я напомню, Иван Манаенко. Извини, пожалуй, вот видишь, как опять под финал. Все испортил. Иван Манаенко, директор аналитического департамента инвестиционной компании «Велес Капитал». Богдан Зварич, независимый аналитик. Были сегодня в студии сухого остатка. В общем, в сухом остатке то, что оживление на рынках наверняка будет, да, что принесет его как минимум. Эта неделя, черная пятница, не забудьте. И следующая неделя, начало нового месяца и масса всякой статистики. Спасибо за внимание. Успехов на рынке. Продолжение следует...